Всем привет! Рада открывать вебинары 2018 года «Живу в будущем». Это наш с вами первый вебинар. Всех, конечно же, хочется в первую очередь поздравить с прошедшим Рождеством, с Новым годом, со старым Новым годом, в будущем. Кто-то его еще отмечает. И, конечно же, итоги года, итоги каталога номер 19 были ошеломительны. Мы с вами сделали крутой прирост, хотя у нас было нелегкое время, 2017 год. Почему? Потому что было 5 двухнедельных каталогов, но у нас с вами огромное количество лидеров, как обычно, открывается. А это говорит не только о том, что у нас хорошее обучение, о том, что нам доверяют, о том, что у нас удобно работать через интернет, но это еще и говорит о том, что вы огромные молодцы, огромные умнички. И, конечно же, хочется сказать всем, всем при всем, кто был с нами весь 2017 год. Спасибо вам за веру в себя, в первую очередь, за веру в компанию, во вторую очередь, и, конечно же, за веру в проект и в нас. И все вы, наверное, уже знаете, забегать вперед не нужно. Объявление по чатам дано, что завтра у нас с вами стартует обучение, новое обучение. Да, то есть стартует вебинар по новому обучению, и нужно обязательно на него прийти. Все, наверное, уже видели, что на командном сайте прям практически с первого задания уже поменялся подход к вам, к вашим новичкам. И, ну, те, кто уже прошел 11 заданий, придется пройти заново. Я думаю, вам это будет интересно, увлекательно. И скажу вот одно единственное свое мнение. Когда я все это просмотрела, когда я все это проанализировала, наше новое обучение, вы знаете, мне оно понравилось намного больше, чем было до этого. Почему? Потому что оно, на мой взгляд, стало легче и проще. Да, новичкам стало легко, потому что там есть все самые наиподробнейшие инструкции. Кто на десятом, возвращаемся на первый, Катюша, потому что сейчас новички будут задавать вопросы полностью заново. Вот, а Телеграм не могла оторваться. Да, очень классный мессенджер. Все мы в нем уже с вами давно сидим. Вот, и сейчас уже практически все, практически все переехали в Телеграм. Да, то есть чат активного роста у нас с вами закрыт. Он у нас шел с вами три года, но сейчас у нас будет более новое, более крутое обучение. Все топ-лидеры уже в курсе. Завтра будут в курсе новички. Поэтому приходите на завтрашний вебинар Николая Андрейко. Объявление и ссылочку на вход вы увидите в чате. В Новый год с новым девизом от компании. Какой у нас девиз от компании? Меняешься ты и меняется мир. Мы с вами тоже будем меняться и будем стараться идти в ногу со временем. Поэтому не забываем, у кого уже открыто, как у лидеров, 11 заданий, можете уже сегодня начинать обучаться на новом сайте. Не на новом сайте, а по новому обучению, чтобы у нас с вами все получилось. А сегодня у нас с вами итоги каталога номер 19. Итоги года мы с вами подытожим позже, а пока именно итоги каталога номер 19. Они были блестящие. И так как на нашем проекте открывается огромное количество директоров, которые ведут вебинары, которые ведут планерки для своих команд, мы решили поздравлять только новые звания, чтобы не сидеть с вами 2 часа, чтобы поздравить весь топ-лидерский, директорский и драгоценный состав проекта. Как вы считаете, это правильно? Я думаю, что это здорово, когда мы с вами можем по 2 часа не сидеть. Вы со мной согласны? Отлично. И, конечно же, хочется сказать, что у нас с вами есть доска почета. Доска почета для всех директоров, для всех топ-лидеров и для всех вип-консультантов, и для директоров, и для драгоценных директоров. Вот она наша с вами доска почета. Поставьте плюсики, минусики. Знаете ли вы, что у нас есть вот такая вот доска почета? Обратите внимание, там 4 вкладочки. Отлично, да? Вот Елена не знала, вот теперь будешь знать. Значит, я не зря дала информацию. Итак, блестящие результаты каталога номер 19. Они действительно, от них закружилась аж голова, потому что товарооборот нашего проекта составил 550 тысяч баллов. Почти что 551 тысяча баллов. Прирост за каталог 133 тысячи баллов. Вот такие суммы нашего проекта, вот такие приросты нашего проекта крутые. И это, конечно, все сделали не один, не два человека. Это сделала вся наша с вами дружная команда. И кто, конечно, недавно видел, я в Инстаграме выкладывала пост, что сетевой маркетинг основан на принципе «Люди помогают людям». Он базируется на общении партнеров, отношения с которыми часто перерастают в крепкую дружбу. Так вот, хочется сказать, что вот, допустим, когда мы бываем в чате директоров, то мне очень нравится понимать, что мы уже со всеми виделись, мы уже со всеми знакомы, и мы уже не только команда, но мы еще и друзья. Ну что ж, поехали с вами дальше подводить итоги. Новичков за каталог, на проект, за один каталог, всего лишь за три недельки, к нам пришло 6080 человек. Вы представляете? Целый поселок к нам приходит на проект. Есть же каталожно. В среднем это 290 новичков за день приходит на проект. И вот, конечно же, очень многие новички говорят, ой, у меня нет регистрации, еще что-то. Посмотрите, посмотрите на эти крутые результаты. Это не мы сделали. Так ведь? Ну, у нас, конечно, по бренду идут регистрации, у Николая и у меня. Ну, вот у меня сейчас около 25-30 регистраций в каталог, да? Ну, а все остальное, это же сделали вы. Так ведь? Это сделали вы. Это ваш результат. По структуре у нас с вами скоро будет 80 тысяч человек. Эта сумма, это уже, я не знаю, скоро мы уже будем большим с вами городом, с которых 19 998, то есть 20 тысяч человек оплатили свои заказы. И это говорит о том, что у нас с вами структура состоит большинство, конечно же, из покупателей, с которыми мы работаем. Вот. И в первую очередь, конечно же, мы с вами рассылаем рассылки, письма, снимаем обзоры, да? То есть помогаем нашим покупателям в выборе. Вот. И это получается, что активность структуры, целиком активность проекта, это каждый третий, четвертый делает заказ. То есть это очень хорошая статистика для интернета. Это просто великолепнейшая статистика. Вот. И хочется вас, конечно, похвалить за такое качество своей работы, потому что, конечно же, общая статистика, она зависит от нас, от всех, а не от какого-то там одного человека. Так ведь? От вашей внимательности к вашим новичкам. Итак, наши новички по открытым уровням. Уровней будет в этом каталоге очень много. И я рада буду поздравить каждого. А с вас, конечно же, бурные аплодисменты. Итак, сначала мы с вами начнем поздравлять старших лидеров 12%. Это 1000 баллов по структуре. Да, то есть 1000 баллов. Спасибо, Мажина. И что получается? Получается, что лидер уже на 1,3 по пути к уровню директорства. Конечно же, все быстрорастущие лидеры успевают квалифицироваться на Турцию. Но сейчас, особенно 12% лидерам, нужно обязательно, обязательно очень много рекрутировать и очень сильно поторопиться, чтобы успеть с нами в августе поехать. Итак, поздравляем с вами старший лидер 12% Людмила Анищенко. Россия, город Кемерово. Бурные аплодисменты Людмиле. Также хочется поздравить старший лидер 12% Виктория Бойкова, Беларусь, город Новополоск. Молодец, Виктория. Всех ждем. Кто из вас делает заявку, да, кто с нами полетит в Турцию. Очень вас ждем, дорогие. Очень хочется с вами повидаться вживую. И все мы с вами разбрасаны по городам, по странам. У нас с вами международный проект. Старший лидер Ольга Журавлева. Россия, город Безинчук. Старший лидер 12% Светлана Золотарева. Россия, город Новый Уренгой. Да, у нас все лидеры не только красивы внешне, но посмотрите на их взгляд. Ведь в нашем проекте, если ты не помогаешь зарабатывать другим, ты не заработаешь сам. Что это означает? Какие выводы можно сделать? Что у нас, если вы не помогаете, не заработать. А это значит, что ты будешь зарабатывать только тогда, когда помогаешь своей команде, когда не заботишься. Поэтому у нас с вами добрые и чуткие лидеры и вот такие вот классные жизнерадостные фотографии. Старший лидер 12% Беларусь, город Гомель. Старший лидер 12% Людмила Кретова, Молдова, Кишинев. Старший лидер 12% Елена Максимова, Беларусь, город Минск. Виделись с Еленой в прошлом году. Старший лидер Елена Мамонтова, Россия, город Иркутск. Елена Пашковская, старший лидер Беларусь, город Могилев. Тоже недавно была в Белоруссии. Старший лидер 12% Оксана Пугачева, Россия, город Новочебоксарск. Старший лидер 12% Светлана Рыжкова, Россия, город Ростов-на-Дону. Старший лидер 12% Татьяна Сыва, Украина, город Середина Будда. Вот, кстати, так как мы все с вами с разных уголков мира, у нас очень часто в чате с утра, в каких-то из чатах скидывают температуру. У кого-то плюс 11, а у кого-то минус 50. Я вот так сижу и смотрю, божечки, это все в один день. Да, то есть очень интересно наблюдать за то, как девчонки там кто-то жалуется на слякоть, а кто-то жалуется на сильные морозы. А кто-то говорит, а у меня сегодня хорошо, и солнышко, и ветер не дует. Вот, старший лидер 12% Александра Шакурова, Россия, город Вологодонск. Старший лидер 12% Яна Швырева, Россия, город Воронеж. Дорогие коллеги, вдруг кого-то неправильно называю, прошу прощения заранее, всех люблю, всех целую. Вице-директор, заметили, у нас с вами пошли вице-директора. Старший лидер, это уровень 12%, и он идет от 1000 баллов до 1500 баллов. А вот с 1500 баллов до 2000, у нас уже с вами идут вице-директора. Вице-директора, они уже зарабатывают за свою структуру по 15%. Маргариту Данилевскую не поздравили. Маргарита, поздравляем обязательно тебя, дорогая. Если кого-то пропустили, прошу прощения. Маргариту поздравляем с 12%. Давайте бурные аплодисменты Маргарите. Прошу директора выслать фотографию Маргариты, и мы обязательно ее пригласим на доску почета. Пусть Маргарита не расстраивается. Значит, вице-директора, 15%, 1500 баллов по структуре и выше. Открыла Алла Гасанова, Казахстан, город Житикара. Интересно, правильно ли я ударение ставлю на города. Топ-лидер проекта, вице-директор, 15%, Ольга Глимбодская. Россия, город Зеленоград. Вице-директор, 15%, Ольга Дерябина. Россия, город Самара. Оля, растешь как на дрожжах. Почти каждый каталог тебя с новым званием поздравляем. Молодец, так держать только вверх. Вице-директор, 15%, Валентина Дмитриева. Россия, город Коряжма. Вице-директор, 15%, Дина Исмогилова. Россия, город Белорецк. Красотки. Вице-директор, 15%, Алена Кокурина. Казахстан, город Степногорск. Вице-директор, 15%, Ольга Курьянинова. Я думаю, уже она нам запомнила с вами по прошлым поздравлямкам. То есть, по уровню так в каталог. Молодец, так держать. Беларусь, город Полоцк. Картинки бегут вперед? Ну, даже не знаю. У всех вперед бегут. Сейчас у меня топ-лидер проекта. Вице-директор, 15%, Татьяна Маркелова. Россия, город Тамбов. Не бегут? Ну, все отлично. Значит, у вас немножко интернет запаздывает. Также топ-лидер проекта. Вице-директор, 15%, Наталья Мусорина. Россия, город Воронеж. Ну, хорошо, что все хорошо. Так, вице-директор, 15%, Элина Шуленина. Россия, город Липецк. Посмотрите, какие все добрые, милые и красивые. Ну, конечно, у нас такой широкий ассортимент косметических средств, что просто невозможно выглядеть некрасиво. Так ведь? Топ-лидер проекта. Старший вице-директор. Кто такой старший вице-директор, девочки, дорогие мальчики? Расскажите нам, дорогие коллеги. Это топ-лидер, у которого, Олечка умница, 2000 баллов по структуре. Это уже одна ступенька до уровня директора. И мы с вами поздравляем новоиспеченных, старших вице-директоров. 2000 баллов по структуре от 2 до 3. То есть, допустим, если бы у Людмилы структура была 2999 баллов, без одного балла до 3000, Людмила бы тоже считалась старшим вице-директором. То есть, вот так вот. Молодцы. Людмила Андрушкевич, Беларусь, город Шучин. Девчонки, очень всем желаю поскорее, поскорее очутиться с нами в Турции. Я так хочу вас видеть. И вы знаете, вот недавно, да, все, наверное, видели, я тоже писала пост в чат. А как бы отреагировал обычный человек на то, что ему бы пришли и сказали. Привет. Хочешь, я оплачу тебе путевку в Турцию, подарю тебе неделю незабываемого отдыха, да, на берегу моря. Но ты должна научиться зарабатывать 30 тысяч каталог и получить 55 тысяч премий. Вот мне интересно, тот, кто не работает, да, в сфере сетевого маркетинга, как бы этот человек отреагировал, да. Поэтому старайтесь, растите и, конечно же, не только ради Турции, а ради того, чтобы быть, да, 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 Тенюш, могут и так сказать. Поэтому выплаты – это самое главное, для чего мы сюда пришли, а остальное – это уже будет все приятным побочным эффектом. Так ведь? Самое главное – это наши деньги и успех наших с вами новичков. Старший лидер, вице-директор, 19%, Ольга Лапина, Казахстан, город Усть-Каменогорск. Старший вице-директор, 19%, Галина Лубинская, Россия, город Егоревск. Видите, в нашем платьишке от Фаберлик и очень идет. Старший вице-директор, 19%, Виктория и Сергей Маркевичи, Беларусь, город Мосты. Топ-лидер проекта, директор, 23%, Елена Мелехова, Россия, город Кумертау. Ну что, добрались с вами до новоиспеченных директоров. Для людей, которые не просто стали хорошо зарабатывать, не просто получают денежки на расчетный счет в банке, но они еще и становятся претендентами на премию. Если взять в пример цены России, то это 55 тысяч единовременной премии. Это здорово. Директор – это 3000 баллов по структуре. Что такое 3000 баллов? То есть, это 60 человек, которые в вашей структуре делают 50 баллов. То есть, это не так и много. Настю забыли, Оль? Ой-ой-ой, как плохо. Олечка, давайте с вами все дружно поздравим Настюшу Дурасову. Будем очень рады ее поздравить. Да, Настенька, пусть нам вышлет фотографию, и мы обязательно Настю пригласим на доску почета. Просим прощения, такое бывает. Настенька, не обижайся на нас, мы всех любим. Да, просто у нас последние вот несколько недель, вот, конечно, не хочется портить такой классный, позитивный вебинар, но не всегда корректно работают распечатки. Да, то есть, распечатки вот у нас, у основателей проекта, они такие огромные. Да, то есть, вот, допустим, в моей структуре сейчас на данный момент более 35 тысяч человек. И так получается иногда, что просто пока мы ждем, что она распечатается, нам просто выходит эрор или показывается не совсем корректно. Поэтому, дорогие коллеги, теребите нас по 10 раз, и мы будем вам очень благодарны. Да, кто-то боится быть назойливым, да, и ждет, что его заметят. Но на самом деле мы вам будем очень благодарны от всей души, если вы сами нам напишите о своем новом звании или напишут ваши директора о вашем новом звании. Это для нас будет огромная помощь, огромная поддержка, и мы будем знать, что на проекте есть вот такие добрые люди, которые нам просто помогут. На самом деле, такие ошибки могут быть только из-за того, что распечатка работает некорректно, и мы никак не можем вот ее вот, как вам даже сказать, никак не можем ее распечатать. И вот иногда хорошо, а иногда раз, и вот там могут люди или еще что-то пропасть. Да, вот допустим, Татьяна Сафронова, так как она самый наш верхний лидер, самый первый основатель проекта, у нее очень часто просто вообще ничего не прогружается, хотя и ждем часами. Итак, топ-лидер проекта, директор, новоиспеченный директор, 23% Наталья Рязанкина, Россия, город Кострома. Дорогие директора, ждем с вас историю успеха. Для того, чтобы вы могли провести свою историю успеха, вы можете написать своему директору, вам выпишут ссылочку бесплатную на вебинарную комнату от 300 человек, и мы с удовольствием научим вас, как проводить вебинары, и вы поделитесь своей историей успеха с нашими новоиспеченными партнерами, которые только-только пришли на проект и еще делают свои первые шаги. Будем очень рады каждого нового директора услышать, потому что все наши истории успеха, они очень оригинальные. Каждый прошел через какие-то трудности, через какие-то легкости. Вот я недавно смотрела вебинар, один директор прошла через сложности, что там, допустим, странички блокировали, еще что-то, а другая директор пишет и говорит, а у меня ничего не блокировали, я выросла на земле, я там купила 40 каталогов, раздала людям, то есть всех зарегистрировала, вот тебе и 3000 баллов. То есть очень разные истории, очень интересные истории, расти можно по-разному. Поздравляем нашу Елену Риполову, директор 23%, Россия, Камень на Аби. Леночка, поздравляем и тебя с новыми топ-лидерами. У тебя их тоже много в этом каталоге было, в прошлом вернее. Также директор 23%, Галия Сулейманова, Россия, город Лениногорск. Посмотрите, молоденькая, юная и уже богатая бизнес-леди. В нашем проекте, конечно, нет границ, здорово. Старший директор Татьяна Гартингер, Россия, город Камень на Аби. Все время вспоминаю нашу встречу с Танюшей, как мы друг друга не узнали. Нет, она меня узнала, она ко мне подходит, я стою, думаю, кто это? Да, мы стоим в очередь за билетами. Да, вот так вот у нас интересно получилось в Новосибирске в прошлом году. Старший директор. А кто у нас такой старший директор? Кто знает, кто такой старший директор? Да, Танюша, это добрый, чуткий лидер. Это 5000 баллов по структуре, причем старшим директором можно стать в двух вариантах. Или под вами один директор открылся, и у вас есть личные группы 2000 баллов в бок, да, и вы директор. Или у вас суммарно, допустим, 5 веток по 1000 баллов, да, и у вас все равно суммарно получается 5000 баллов. И вы тоже старший директор, то есть старшим директором можно стать в двух случаях. Или у вас будет 5000 баллов только личной группы, или у вас будет директор и 2000 баллов в бок. Поэтому хочется, конечно же, поздравить нашего, во-первых, спикера проекта, причем очень хорошего, первоклассного спикера проекта, который не только, как даже сказать, да, который не только ведет хорошие вебинары, которые интересно слушать, но Оля, она всегда ко всем относится очень по-человечески, всегда, если где-то что-то всех мирит, да, то есть Оля у нас вообще такой миротворец, и, конечно же, Оля всегда выручит, если, к примеру, да, ну, всякое бывает, да, допустим, топ-лидер не смог провести вебинар в свое назначенное время, и Оля приходит на помощь, Оля всегда выручит, а это, конечно, на нашем проекте ценно, когда есть вот такие лидеры, как Ольга, которые всегда придут на помощь. Ну, как вы видите, Оля еще у нас и умница, и красавица. Олечка, поздравляем тебя, дорогая наша, очень за тебя рады. Также у нас есть новый старший директор, Галина Черкасова. У нее в структуре уже есть директор, что очень похвально. За 4 месяца с момента регистрации Галина открыла директора, старшего директора. Это получается, что Галина взяла быстрый старт. Поэтому Галину тоже поздравляем. Вот, также у нас с вами новая, крутая, драгоценная заявка. Это золотой директор проекта Фаберлик Онлайн, топ-лидер Татьяна Рябинина, Россия, город Урень. Это уже драгоценный состав проекта, поэтому, Танюша, трехкратное ура. Кто такой золотой директор? Это человек, который помог трем директорам вырасти, трем людям хорошо зарабатывать. Вот так вот. Поэтому, конечно же, поздравляем Танюшу и желаем поскорее стать бриллиантом, поскорее стать элитным директором, да, чтобы все было хорошо, чтобы нравилась и зарплата, и структура. И, вы знаете, у Танюши очень развитый канал YouTube, она очень много роликов снимает, она ими делится со всеми, да, так же, как и Оля Пенина, Оля Дубяга, да, то есть, Танюша, вот Даша у нас, Пахельчук, очень много роликов снимает, да, и делится со всеми. Вот Танюша, она такой же отзывчивый человек, если она что-то сняла, она обязательно скинет чат, она обязательно поделится этой информацией, за что огромное спасибо Татьяне. Ну что ж, и сейчас у нас с вами есть новая закрытая квалификация. Что это означает, как вы думаете? Это означает то, что лидеры получили свои премии. Лидеров, честное слово скажу, будет маловато, но потому что у нас сейчас с вами идет сезон открытия новых званий, а летом уже бывает очень много подтвердившихся директоров. Летом, наоборот, бывает меньше открытых новых званий, но больше людей, которые получают квалификации, да, то есть, такой сезонный бизнес у нас с вами. Поэтому давайте же порадуемся и узнаем суммы, да, то есть, узнаем суммы, которые получили наши новоиспеченные подтвержденные директора. Да, то есть, это уже закрепленное звание директор, то есть, эти лидеры продержались минимально 8 каталогов из последних 18 на уровне 3000 баллов. Да, если это директор, то это 3000 баллов. И, в первую очередь, это поздравляем с вами Галину Асаулову. Сколько премия? Сколько премий? Девочки, напишите премию в Украине, да, и в разных странах. А я скажу Россию. Премия это 55 тысяч рублей помимо ежекаталожных выплат. То есть, Галина в этом каталоге не только получила обычную зарплату, да, свою обычные выплаты, да, за структуру, но еще и получила сверху 55 тысяч. Галиночка, желаем тебе классных покупок, радости. Ну, я думаю, найдешь, куда потратить эту сумму. Также у нас с вами есть еще один топ-лидер Оля Тарасевич. Виделись с ней уже несколько раз в Беларуси, классная, позитивная девчонка. Тоже получила премию, да, получила премию в размере, если взять цены России, то 55 тысяч русских рублей. Олечка, сколько это в белорусских рублях? Забыла написать, напиши, пожалуйста, дорогая. Оля, конечно, была рада, потому что она, ну, ни разу, ни разу мне говорила, что она не получит, что у нее там что-то не получилось. Оль, у тебя все получилось? Мы тебя поздравляем, мы за тебя рады. Ты огромная-огромная умница. Поздравляем Олю. Также у нас получила премию директор Наталья Лесниковская. Беларусь, город Жадино. Жадино? Жадино, наверное. Да, 1450 белорусских рублей поверх ежекаталожных выплат, которые зарабатывает Оля. Поздравляем Наталью, желаем подтверждения уровня старшего директора и выше, выше, выше. Жадино, да? Спасибо большое. Итак, и у нас с вами сегодня нам хочется поздравить наших владельцев пунктов выдачи. Почему? Потому что на нашем проекте все больше и больше стало пунктов выдачи. Все больше и больше наши бизнес-леди обзаводятся офисами, да? То есть и сидят там сами или садят туда секретарей своих и активно развивают бизнес именно на земле. Вот. Наталья Откина, да, подтвердила золото. Ой, а что ее не было? Божечки ты мой, как так получилось? Да, поздравляем Наташу Откину. Да, то есть это новоиспеченная у нас мамочка. Она недавно только родила малыша. У нее есть свой пункт выдачи. И Наташенька у нас с вами успела и подтвердиться, и малышку, и малыша растить. Кипин, да? Ну вот Кипин я не знаю. Вот, к сожалению, вот Наталья Откина. Это, конечно, в нашей структуре, да, то есть это директор моей первой линии, Наташечка. Она очень самостоятельная, очень редко мне пишет вопросы, активно работает со своей структурой. Вот. А Вову, к сожалению, я вот по распечаткам не вижу. Скорее всего, да, сделайте нам, пожалуйста, скидку, потому что с этой перестройкой сайта мы немножечко заплутали. Поздравляем и Вову Кипина, и, конечно же, поздравляем Наталью Откину. Вот. Надеюсь, больше никого не забыли. Да, Наталью Откину я поздравляла в нашей группе, да, то есть все вы, наверное, видели, что мы ее поздравили. И почему так получилось, что вдруг на вебинаре, да, вот мы забыли, значит, получается, два топ-лидера добавить, да, на поздравление. И Наталью. Да, ну, конечно, это очень некрасиво, что золотые директора нашего проекта прошли мимо поздравлений. Наташечка, низкий тебе поклон и заранее, если ты нас простишь и не обидишься. И, конечно же, огромное спасибо, дорогие коллеги, что вы про нашу Наташу вспомнили, что вы про нашу Наташу рассказали, потому что мы ее просто поздравили по чатам, а в презентацию она не попала, к сожалению. Ну что ж, молодец Наташа, золотой директор, это премия 165 тысяч русских рублей. Киппин только 21 декабря открыл. Вот, значит, новые пункты по выдаче нашего проекта, это такая уже новая тема, потому что все больше и больше у нас появляются бизнес-леди, которым нравится иметь свои офисы, свои пункты выдачи. Значит, первый руководитель своего пункта выдачи, это Куличенко Елена, Стрижевой, ПВ, Россия, Томская область, город Стержевой. Вот, этот агентский пункт идет по улице Строителей, 62, офис 68, торговый комплекс, 9 район. Вы знаете, очень важно сейчас не только поздравить руководителей своих пунктов выдачи, новоиспеченных руководителей, но еще и сказать вам, что бывает такое, что, допустим, новичок из Казахстана зарегистрировал там, допустим, новичка с Украины, и так получается, что этого новичка с Украины на агентском пункте, да, где он заказывает, бывает такое, что там предлагают перерегистрацию, еще что-то. А тут вы уже знаете, что если ваш новичок где-то живет поблизости вот этого пункта выдачи, и он туда сделает заказ, то это наш проект, и 100% ваш новичок останется с вами. Поэтому мы с вами сейчас всегда будем поздравлять людей, которые открыли свои пункты выдачи с этого каталога, и настоятельно рекомендуем смотреть на нашем сайте, у нас с вами есть раздел, где открыты ПВ, и, конечно же, обязательно старайтесь выбирать именно пункты выдачи интернет-проекта «Фаберлик Онлайн». Вот, все вы, наверное, знаете, что на командном сайте есть такой раздел. Итак, следующий пункт выдачи – это Белогурово, Екатерина, Россия, Курская область, поселок Тим, Кирово, улица Кирово, дом 60. Пункт выдачи – Якутск. Работать будет Лариса Литвиенко. Отлично, отлично, здорово. Вовочка, просим прощения, ты пришел на вебинар, мы тебя не поздравили. Просим прощения. Вот, значит, Белогурово и Екатерина поздравляем с открытием своего офиса. Следующий офис у нас будет как раз вот Кипин Вова, Россия, Якутск, Лермонтово 33. Вот, да, такое бывает, Антонина, вот тут уже точно 100%. Мы один за всех и все за одного, и такого точно не будет. Вова, поздравляем тебя, овации. Далее, значит, Яфанкина, Наталья, Россия, Челябинск, улица 60 лет, октября, 60 лет октября, я так понимаю, офис 26 или дом 26. Да, то есть тоже поздравляем Наталью. Знаете, что в Челябинске на улице 60 лет октября открылся новый пункт выдачи. Ну и все, дорогие коллеги, новые пункты выдачи мы с вами поздравили. Хочется сказать, что я безумно рада вас поздравлять, безумно рада, что у нас с вами такое огромное количество. Мы с вами поздравляемся. Дорогие коллеги, у кого под рукой есть командный сайт, пожалуйста, скиньте ссылочку, где смотреть пункты выдачи. Я вернулась уже, все хорошо. Также очень хочется всех поздравить. Все огромные молодцы, все огромные умнички. Я желаю вам только вверх. Я желаю вам поскорее освоить новое обучение. О нем будет очень подробно завтра. Переживаю, что не все войдут в вебинарную комнату, поэтому самые активные. Обязательно выбирайте время пораньше и заходите. Вот. Звук. Меня слышно, дорогие коллеги? Поставьте плюсики-минусики. Ну что ж, и, конечно же, хочется заметить, что мы с вами 40 минут, 40 минут мы с вами поздравляли только одни открывшиеся новые заявочки. Но у нас с вами есть лидеры, которые подтвердились и, как бы, да, как сказать-то, может быть, и не выросли на уровень выше. Но, допустим, ну вот если взять пример старших вице-директоров, то их точно более 100 человек. Поэтому, если вам хочется, вы можете посмотреть нашу доску почета, и там вы увидите весь драгоценный состав старших директоров, директоров и, конечно же, топ-лидеров. И, как вы видите, появился новый раздел доска почета для наших новоиспеченных ВИП-консультантов четвертого уровня. Кто такой ВИП четвертого уровня? Это консультант, который делает более 18 каталогов без перерыва, ЛО 100 баллов, да, личный объем 100 баллов. Вот кто такие ВИПы четвертого уровня. И они у нас с вами все на доске почета. Так, спасибо огромное за ссылочку. Наташа Мусорина, мой наставник. Отлично. Вот видите, Наташа очень быстро растет. Ну что ж, всем желаю удачи, везения, во всем вдохновения. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за то, что вы пришли поздравить своих дорогих коллег фотографии, которые мы не поместили на доску почета. Я очень прошу, мне повторно выслать и приглашаю топ-лидеров на доску почета. Очень прошу не обижаться на нас, очень просим прощения. Такое, кстати, бывает и бывает очень часто. Поэтому, да, извиняйте нас. А мы вот почему-то так вот. Да, нам очень неудобно. Ну что ж, итоги 19 каталога подошли к концу. Завтра обязательно всех ждем на вебинар. Всем пока-пока. До встречи с вами на новых вебинарах.